Массы, коридоры, спортзал, санузлы и в целом фасад здания. Это только часть работ по капитальному ремонту в Ачской школе. В образовательном учреждении прошло полное обновление инженерных сетей. Под замену пошли и окна. Ранее были гнилые деревянные окна. И температурный режим совершенно не соблюдался в зимние периоды. Система отопления была вся уже забита. Она функционировала с 1979 года. Стены были окрашены масляной краской, в темные цвета. Были большие сбои в системе канализации. И все это, конечно, создавало некомфортные условия для пребывания детей в нашей школе. Комплексное благоустройство затронуло и прилегающую территорию школы. Условия изменились и по организации обучающего процесса. Теперь школьникам и педагогам доступно современное оборудование. Министерство образования организовало нам материальную поддержку на укрепление материально-технической базы школы. И в рамках гранта мы получили 8 миллионов, на которые мы приобрели современную мебель в каждый учебный кабинет и приобрели современное интерактивное оборудование. Комплексное обновление ваческой школы прошло в этом году благодаря региональной программе по капитальному ремонту образовательных учреждений. На эти цели было выделено 50 миллионов рублей. Плесень, текущая кровля, тазы, подставленные учителями, где льется во время дождя с потолка. Кошмар полный, ужас. Нельзя такого допускать для наших детей. Поэтому совместно с депутатами законодательного собрания очень серьезно поработали в свое время, распределили приоритеты. Очень приятно всегда видеть результат, который за какими-то цифрами, бумагами, программами. Вот это конкретный результат, конкретная школа. Президент страны Владимир Владимирович Путин все время говорит о том, что образование это абсолютный приоритет. На самом деле это то, с чем точно совершенно нельзя спорить, невозможно поспорить. Мы с этим согласно разделяем это. В уходящем году полный капитальный ремонт прошел в 10 школах области. Более чем в 300 нижегородских образовательных учреждениях выполнены отдельные виды работ. К примеру, ремонт кровли и фасадов. Общая сумма финансирования почти полтора миллиарда рублей. На предстоящий год, как отметил губернатор Глеб Никитин, создание достойных условий в образовании останется в приоритете областного правительства. Сергей Щеплягин, Александр Фомин. Из Вачевского района. Время новостей.